В этом видео я продемонстрирую, как делать цепочки. Сначала я покажу обычный способ, где используется колития, а потом я покажу оптимальный способ, где используются джорнс, как вы видите в этом экземпляре. Здесь я продемонстрирую, как сделать эту цепочку, работающую с MS-Physics. Давайте начнем все сначала. Я наживаю на Play, увидим, что все тела падают вниз. Чтобы это исправить, нужно происходить этому полу неоподвижное состояние. Также и этому куску дерева. Давайте опять пробуем. Уже лучше, но мы видим, что цепочка разваливается. Причина заключается в том, что каждая цепочка имеет вогнутую форму. Если мы включаем колличан байфрейм, мы увидим, что сетка коллизии для внутренней части этой цепочки не сгенерирована. Чтобы это исправить, нужно, чтобы каждый дугообразный кусочек цепочки составлял отдельную группу. Вот в этой цепочке этот дугообразный кусочек, этот дугообразный, это и так далее. Мы можем это сделать сами, взять и поделить каждый кусочек на внутренние дугообразные группы. Но для этого есть уже существующее расширение. Называется Convexify. Вы можете записать ее на MSPhysics Homepage. Ну, на веб-сайте MSPhysics. Там найдете линк. На этот линк нажмете, и оттуда можно потом записать. Чтобы использовать Convexify, нужно нажать на кусочек цепочки, прийти на MSPhysics, вон, не на MSPhysics, прийти на Freedom Tools, нажать на Convexify. Это подставить на 0 градусов, это ставить так, как есть, и нажать на OK. Вот мы видим, что цепочка поделилась на внутренние дугообразные группы. Это для того, чтобы эта вогнутая цепочка имела правильную коллизию. Затем нажим на Play. Мы видим, что коллизия сгенерирована для этой, для каждой цепочки уже правильная. Продолжим симуляции. Ну, а мы видим, что эта цепочка все равно разваливается. Чтобы это исправить, можно включить Continue Sclection. Continue Sclection пробует запретить объектам пересекаться. Уже лучше, но цепочка все равно разрывается. Второе, что можно сделать, это увеличить количество итераций симуляции, скажем, на 64 итераций. Чем больше количество итераций, тем аккуратнее симуляция. Ну, уже еще лучше, но цепочка до сих пор разрывается. Третье, что можно сделать, это распределить массу. Скажем, каждой цепочке дать массу 100 грамм и самому кубу дать массу 5 килограмм. Чем меньше разница между массами, тем крепче коллизия стоит. Сейчас я просвожу этой цепочке массу 100 грамм. Это 0,1 килограмма. И вместо того, чтобы просвать каждой цепочке 100 грамм отдельно, можем, скажем, дать им одно имя всем цепочкам, скажем, дать имя Chain и потом просвать одинаковые свойства ко всем цепочкам. Чтобы это сделать, можно поменять сначала свойства на одной цепочке. Здесь поменяли массы на 0,1 килограмма. Потом нажать на эту кнопку Assign, прав, стел и всем им. Это просвивает свойства ко всем объектам с одинаковым именем. Вот, нажму на этот кусочек, например, и увидим, что к нему присвоилась новая масса. К этому кубу мы присвоим массу 5 килограмм. Давайте опять пробуем. Вот, уже лучше. Цепочка не разрывается. Но все-таки симуляции замедляется. Чтобы ускорить, можем попробовать уменьшить количество обновлений на 1. Это минимальное количество обновлений. И попробовать уменьшить Solver Model на 48, например. Ну, конечно, если мы уменьшим, то она уже ломается. Так что уменьшать не стоит. И видно, что при толкании цепочка все равно разрывается. Лучший подход к симуляции цепочек является Joints, где коллизия не играет никакой роли. Здесь я открыл совершенно новую персию модели, где я еще ничего не делил. Делить не собираюсь, так как вместо коллизии у нас будет играть роль Bone Sucket Joint. Вот этот joint. Сначала мы его добавим внутри главной цепочки. Это уникальный Bone Sucket. И мы его добавим посредине. Это не середина, конечно. Вот середина посредине примерно в этой позиции. Мы также уменьшим и размер для того, чтобы легче было видно. Вот. Ну и сначала мы соединим эту цепочку с этой цепочкой. Давайте нажим на Play и проверим, что будет. Упс, забыл. Надо пол это сделать неподвижными. так. Вот. Теперь этот кусочек цепочки соединен с Bone Sucket Joint. Давайте также добавим пределы скручивания, чтобы эта цепочка меньше пересекалась с этой цепочкой. Это называется по-английски minimum и maximum twist limits. скажем минимальный с 30 градусов и максимальный 30 градусов. И конечно они будут включены у нас. Enabled. Вот. Теперь эта цепочка меньше пересекается с этой цепочкой. Конечно она еще будет пересекаться например вот так вот вот так но это это не так уж и плохо. Теперь давайте добавим точно такой же блонд сак и джент каждой цепочки. Так как эти цепочки являются компонентами то если мы добавим в одном компоненте то это также добавится в других компонентов. Вот середина и мы вот так нарисуем. Вот потом вот эту джент мы соединим с этой цепочкой и эту с этой и так далее давайте попробуем вот я нажимаю на этот джойнт и соединяю с этой цепочкой соединено но когда я нажимаю на эту цепочку то оно показывает что оно соединено со всеми этими bone socket джойнт чтобы этого не было мы должны нажать на все цепочки и потом включить connect closest joints option это опция и она она короче соединяет самый близкий и джойнт одного ви типа так что теперь когда я нажму на этот объект интересно в чем дело а он теперь соединен до ост Quand объект соединен с этими joint а с эти Resident он соединен с J occasionally Ну и когда мы начинаем нажимать, то мы видим, что меньше и меньше чего-нибудь остаются соединенные с цепочками. Вот мы нажимаем на эту цепочку 5, мы видим, что эта цепочка соединена только с этой чего-нибудь. Это с этой, это с этой. Кстати, фиолетовый свет с такой черточкой обозначает, что это потенциональное соединение. Давайте продолжим прочтить. Вот это с этой, это с этой, с этой. Ну и это к этому. Конечно, она соединяется всеми, так что, чтобы она со всеми не соединяла, нам просто нужно... Во-первых, сделать эту цепочку уникальную, уникальным компонентом. И потом саму этот жоинт, саму жоинт, тоже сделать уникальную. Микки Никоди. Когда мы теперь соединим, он только соединится с этой жоинтой. Ну, а все так соединены, как и всегда. Давайте попробуем, что будет. Во! Конечно, она растягивается. Но вот зато мы видим, что есть соединение. Чтобы оно не растяло, нам нужно также уменьшить массу. Нужно уменьшить массу. Скажем. Ну, и мы будем использовать такой же способ, как раньше. Это производим то же самое имя, скажем. Chain. Ко всем цепочкам. И каждой цепочкой, скажем, дадим массу 100 грамм. Ой, это не масса, это плотность. Вот масса. Масса 100 грамм. И просуем ко всем цепочкам с очень высоким именем. А этой коровке дадим массу 5 килограмм. Вот. Все равно растягивается. И чтобы это сыпать, можно увеличить количество итераций. Или, ну и так же опять попробовать увеличить массу этих цепочек. Не на 1,5 килограмма, а с каждой на 1,2 килограмма. И так же работает очень быстро и не разрывается. А, кстати, мы забыли добавить скручивающие пределы. Скажем, это минус 30, оказывается. 30, там включить. И для этих все, что-нибудь. Тоже минус 30. 30 и включить. О, теперь пределы работают. Пределы скручивания. Ну и цепочка так же не разрывается. Очень быстро работает. Это есть другой способ, как делать цепочки. Конечно, иногда, когда... Когда цепочка... Происходит пределы, то она опять растягивается. Ну, чтобы это не делать, то можно либо увеличить массу, либо просто выключить пределы. Ну, или добавить Angular Friction. Скажем, на 10. Вот. Ажи гораздо лучше. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...